привет привет не унывающие любители звука сегодня предлагаю вашему вниманию battle сравнения новинки от edifier модели mr5 с тоже среди новой системы топовые модели линейки s luxury линейки edifier модели 3000 mk2 до 3000 mk2 является лидером по качеству то есть не edifier воплотили все что они хотели бы какие свойства не хотели бы видеть у настольной модели но модели ближнего поля мультимедиа модели 2.0 в таком вот формате сравнительно небольшом габарите действительно небольшом для аудиосистемы и ну уже не детской как бы цены в то же время mr5 создана в линейке мониторов edifier предполагает что в какой-то студии выкинут не буду называть что и поставят эти мониторы ну дай бог в нашем итальяне волкозиста но хочу сказать что цена их чуть ли не в 6 ниже как оказывается как мне показывает ритейл прайсы которые вижу от конкурента значит ли это что с к выиграет вот этому собственно и посвящен этот выпуск я предлагаю вам прокомментировать это все высказать свое мнение потому что что-то не подсказывает что она будет не столь однозначным что это не будет игра в одни ворота то есть обе модели имеют какие-то уникальные свойства которые позволят ей вырасти вперед и завоевать чьи-то сердце что заберет щита голоса ну честно цена ну шутка ли если вы же не скажете светка я откуплю колонки не за 130 долларов а за 800 но светка вам возразит очевидно явно вместе возразил честно говоря и возразить есть чего потому что стоит ли денег то что та разница которую несут эти две модели что за за bluetooth за bluetooth 60 вот это вот 700 долларов лишних платить нет за что за отсутствие пульта дистанционного управления еще за что-то но другой человек а собственно сам покупатель муж так сказать вася скажет за три полосы дорога за три полосы в отличие от двух полос если здесь высокое качество достигается высоким качеством излучателей в частности планарного титера например который мы сад кстати с вами уже сто раз рассматривали других моделях те же edifier и которые по секрету вам скажу произведена содружести с невероятно популярной и уважаемые настоящими аудиофилами фирмы японской ну а не буду потому что вдруг нельзя и ну сравнительно приличные басовиками то есть которым уделили внимание и те и те излучатели разгонялись и проектировались разрабатывались с использованием анализатора клипы безусловно поэтому они оптимальны то есть они весьма хороши то есть лучше сделать вот в таком формате под такую задачу под такой объем резонатора под тот диапазон частот который им предоставлен ну скажем так можно но ну не просто так сказать то есть как лучше несколько иной как про битлз говорят что можно петь сто раз лучше чем они но как они петь нельзя вот то же самое примерно здесь то есть они вполне тянут на свои деньги по качеству эти системы и опять же две полосы мы естественно электронный кроссовер само собой то есть это общение не обсуждаю зрители этого видео наверняка знают что эти модели снабжены усилителями класса d аудиопроцессором все последним и та и другая модель в свое время как бы по высшему классу все это сделано именно вот в этом вот жанре как бы но раздел только один здесь раздела 2 то есть мы здесь видим ну забегая период на парамет за насчет параметров раздел между басом сабвуферным динамиком который спрятан внутри этих моделей и мид басом 155 грубо 150 герц вот и вот здесь нет а этот диапазон весьма чувствительный это как бы начало даже женского вокала где-то там ну и мужской вокал не попадает и вот голос ломается между двумя излучателем вы понимаете одна нота звучит здесь другая там и это слышно и это плохо другое дело что ли как могли замаскировали вот но удалось я опять сказал замаскировали замаскировали на скрометом один человек по правил и честно я не знаю как правильно сказать короче говоря как могли спрятали эту проблему и решили как-то решили вот как ты решили здесь здесь то есть да извините здесь здесь этой проблемы нет вообще как класс понимаете раз нет проблемы значит она имеет некое преимущество вот ну и по излучателям тут аж до 40 килогерц да давайте я вам покажу просто это параметры чтобы уже так закрыть этот гештальт но цена здесь написано 800 долларов с 3000 да и вот это тут цена не написано но кто-то мне говорил что 130 долларов на стоят да вот этот параметры частотный диапазон 46 герц 40 килогерц это у mr5 как вы видите а у s3000 частотный диапазон но тут мне написано но он по моему он по моему надо будет посмотреть я уже не помню а параметров таких среди нах в одну таблицу я как бы под рукой ними так или иначе динамики использованы 6 половиной дюймов всего там mid вуфер и планарный twitter здесь а здесь как вы знаете уже из обзора это пять дюймов вуфер зато их два стоит в каждой колонке по одному 375 мид среди динамики 1 дюймов шелковый купольный титр который до 40 килогерц каким-то непостижимым образом работает с разделом от 2 600 вот вы видите габариты этой модели вот видите 280 максимальный размер здесь размер опять же не указано не знаю если найду табличку здесь прицеплю которую с параметры этой модели это сейчас не просто раньше эти публиковали параметры на свою модель более лаконично им нужно было посмотреть хотя как я неоднократно уже говорил еще противник заявлять много параметров кстати вот вот это то что я вам сейчас показал пожалуй является оптимальным это то что нужно клиенту так сказать покупателю потому что если начинает вдаваться в разные детали один вопрос тянет за собой другой неквалифицированный ответ на него нет не так неверное понимание ответа на этот вопрос повлечет за собой еще более ну нежелательные вопросы и что-то потянет за собой некую коммерческую тайну возможно это я так фантазирую как бы вот и создавшая превратная картина вот чтобы этого не было вот надо меньше указывать параметров например вы можете узнать сколько роллс-ройса лошадиных сил нет никто не скажет ну не ваше дело покупаете или нет если покупаете становитесь в очередь вам там через сколько-то лет его продадут значит сколько лошадиных сил там на что замок закрывается там какой ремень гсм него это вот это или как грм это вот это вам не надо то есть это не 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 дело покупателя такого предмета равно какие колонии какая мразь сигнал шум тут где-то написано там больше 85 взвешенные по кривой а что вам это дает я не понимаю вот зачем это было указать чтобы сравнивали а то что на с ним измеряется при в разных режимах при допустим разном там входном сигнале или там еще каком-нибудь там не знаю чувствительности это не оговорено зато есть какие-то 85 дсбл непонятно или там на коэффициент искажения предположим ну куда это требует либо развернутого ответа либо лучше об этом вообще не упоминать не знаю что меня понесло в эту сторону я хочу сказать что вашему вниманию предлагается battle двух моделей которые найдут много почитателей та и другая по разным причинам и все будут правы и победители очевидно я я бы так решил не будет общего для каждого из нас победитель конечно будет но такого чтобы тотально вот чтобы однозначно я уверен что такого не будет собственно поэтому они выпускаются эти сотни моделей этих вот колонок всяких зачем столько ну вот одни у меня есть хорошие импортные теперь давайте послушаем выскажите свое мнение да если кто-то сетует что музыка плохая это mp3 да кстати это из бесплатной библиотеки ютуба для того чтобы не выбешивать их их авторского права так вот на каждую из этих моделей у меня с видео с нарушением авторских прав вот отдельно но как правило лежит и там можно нас хорошим на хорошем контексте послушать как звучат эти модели и сделать для себя выводы на общее сравнение я привожу вот с этим самым стандартным старым я вот так называю набором треков и пишите что вы думаете по этому поводу буду рад с вами сегодня встретиться до всем пока дорогие друзья ауф пидерзейн ауф пидерзейн и Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Симон» «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок